здравствуйте в данном видео речь пойдет о достаточно интересном электромеханическом устройстве это шаговый по-другому вращательный искатель типа ши 11 шаговые искатели ши 11 предназначен для коммутации электрических цепей в аппаратуре автоматики и связи шаговый искатель ши 11 скорее всего был разработан на заводе красная заря конструкция шагового искателя была скопирована с шаговых искателей фирмы симец и гальский года начала и окончания производства шаговых искателей ши 11 мне пока неизвестны краткая историческая справка по телефонной связи с ссср до 1927 года в советском союзе для телефонной связи применялась телефонные станции разных систем и фирм среди которых преобладали телефонные станции декадно-шаговой системы фирмы симец и гальски германия и машинной системой шведской фирмы эриксон с 1927 года в советском союзе в качестве основной были приняты машинные системы фирмы эриксон производство тс машинной системы было налажено на заводе красная заря а тс машинных систем были несовершенны и перед началом великой отечественной войны их решили постепенно заменить на тс декадно-шаговой системы производство которых планировалось начать с ссср но война отложила реализацию этих планов в 1944 году незадолго до окончания великой отечественной войны на заводе красная заря была изготовлена 1 отечественная тс декадно-шаговой системы на 100 абонентских номеров основой этой а тс послужила система фирмы сименс и гальски после окончания великой отечественной войны разработки декадно-шаговых а тс продолжились и уже к 1947 году была завершена разработка и налажен выпуск автоматической телефонной станции декадно-шаговой системы типа а тс-47 емкостью до 10 тысяч абонентских номеров именно в этих а тс наряду с другими коммутирующими устройствами стали применяться и шаговые искатели типа ши-11 производили шаговые искатели ши-11 завод красная заря его филиал в городе псков псковский завод автоматических телефонных станций нижнеломовский электромеханический завод и рижский государственный электрохнический завод в вращательные искатели ши-11 состоит из трех основных узлов статора с контактным полем ротора и электромагнитного привода прямого действия вот так шаговый искатель выглядит со всех сторон вот это статор с контактным полем он собран из нескольких рядов контактных ламелей в данном случае четыре ряда раз два три четыре вот это вот контактные ламели каждый ряд ламелей вот видим изолирован друг от друга также мы видим что тут есть алюминиевые прокладочки они фиксируют расстояние между рядами а при заземлении всего корпуса они служат для устранения электростатического влияния между цепями в которых включены ламели у вращательных искателей ши-11 статор имеет 4 ну как в данном случае или 5 рядов контактных ламелей расположены как мы видим по дуге в каждом ряду в зависимости от паспорта может быть 11 или 12 контактных ламелей а также как мы вот тут видим 2 или 1 плюс одна большая сплошная контактная ламель вот она одна большая вот мы видим там это на начале каждого контактного ряда имеется так а съемные щетки вот они внутренние и концы письмо видим но не раздвоены они касаются щеток ротора наружные концы контактных ламелей и токосъемных щеток имеют технологические отверстия и к ним припаиваются внешние провода старых модификаций кстати шаговых искателей эти ламели облуживались потом видимо стали экономить контактные ламели изготовлены из твердой бронзы или латуни некоторые паспорта у меня два шаговых искателя тут мы видим отверстие под пайку на тут просто прорези то есть такие шаговые искатели предназначены для группового монтажа их несколько штук устанавливается таким образом шасси и общей шинкой припаивается ротор шагового искателя ши 11 вот он представляет собой вращающуюся систему состоящую из оси вот ось так она проходит набора щеток вот это щетки по числу рядов контактного поля соответственно 4 ряда 4 набора щеток и храпового колеса храповое колесо вот она ну понятно что каждая пара щеток изолируется от других и от оси ну щетки при вращении как мы видим соединяются электрически посредством трущивающего контакта с раздвоенными концами токосъемных щеток и контактными ламелями статора ось ротора она неподвижная но тут в гаечку запрессована щетки как мы видим они трехлучевые угол между лягучами ровно 120 градусов щетки штампуются из фосфористой бронзы каждая щетка на конце имеет раздвоение на две части что способствует уменьшению вибрации ротор помимо основных частей содержит еще счетный барабан такой счетный барабан выполнен из алюминия на нем есть циферки от 1 до 11 и соответственно промежуточные деления все цифры просто не помещаются по размеру получать все это один это рисочка 23 это рисочка 45 рисочка 6 и так соответственно до самого конца последнее деление это циферка 11 соответственно каждая риска который находится напротив вот этой красной риски в данном случае мы видим циферка 5 это значит что щетка ротора запута с 5 контактной ламелью статора считаем раз два три 4 5 мы видим замкнута соответственно если мы дальше еще подвигаем 6 7 8 9 10 11 0 в данном случае это даже не 0 это 12 потому что у нас вот если посмотрим последнее поле оно имеет и третье и четвертое поле у нас имеет 12 контактную ламель вот она и как раз она сейчас соединена привод шагового искателя как я уже говорил электромагнитный то есть он представляет собой электромагнит воздействующий на движущую собачку который посредством храпового колеса приводит во вращение ротора то есть привод вместе с ротором составляет так называемые движущие механизмы искателя электромагнит как и у любого другого электромагнитного реле состоит из катушки с одной обмоткой сердечника магнитопровода г-образного и якоря вот это якорь электромагнит укрепляется на плате корпусе движущего механизма якорь подвешен на оси тут такая ось и в исходное в исходное состояние он возвращается при помощи вот этой возвратной пружины плоской вот она плоской возвратной пружины якорь имеет рычаг вот этот рычаг и вот его продолжение на нем закреплена движущая собачка которая находится в зацеплении с храповым колесом обратному движению ротора при отпускании якоря препятствует стопорная пружина вот она это стопорная пружина кстати на ней же и нанесена рисочка для указывающей вот этого барабана то есть она своим зубом пружина встает в зуб храпового колеса ну внешние провода к обмотке присоединяются при помощи вот таких ламелек при помощи пайки ламельки закреплены на каркасе катушки кроме шаговых искателей ШИ-11 которые как вы понимаете не содержат никаких драгоценных металлов существуют шаговые искатели ШИ-11 С у них контактные ламели вот эти все такосъемные щетки вот эти вот а также щетки ротора все они покрыты серебром также у шаговых искателей есть вот такая дополнительная контактная группа называется она СК и в зависимости от паспорта здесь может быть либо один нормально замкнутый контакт контакт кстати у меня вот у этого шаговы искателя видите тут один нормально разомкнутый контакт сочетание одного нормально замкнутого и одного нормально разомкнутого контакта двух нормально разомкнутых или вообще Шаговый искатель может не содержать дополнительную контактную группу. Так как мой измеритель параметров реле цифровой F291 сегодня не захотел работать, видимо, решил себе устроить выходной, нам остается только посмотреть, как же шаговый искатель работает. Сейчас мы видим якорь, сердечник электромагнита, катушечка электромагнита. У якоря есть рычаг. На конце этого рычага, как я уже говорю, движущая собачка. Вот она. Она упирается в зубья храпового колеса. При прохождении импульса тока по электромагниту якорь притягивается к сердечнику. Соответственно, посредством этого рычага передается движение движущей собачке. И она переходит с одного зуба храпового колеса на другой. Посмотрим этот процесс. Положение храпового колеса, а вместе с ним и ротора, фиксируется стопорной пружиной. Вот мы видим храповое колесо, а вот это вот стопорная пружина. Посмотрим процесс. То есть на один зуб перекинулась и осталось зафиксированным. При прекращении импульса тока через обмотку электромагнита при помощи возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. Вот мы видим якорь наш. Вот он. А это возвратная пружина, которая его возвращает в исходное положение. Посмотрим. А вот таким образом щетка ротора переходит с одной ламели на другую. Причем заметьте, сейчас левая крайняя щетка закончит свое движение по ламелям. А правая щетка начнет. Пару слов скажу о параметрах шаговых искателей. Номинальное напряжение обмоток у шаговых искателей в зависимости от паспорта могут быть 24 В, 48 В и 60 В. Мой экземпляр, точнее оба моих экземпляра на 24 В. При этом сопротивление их обмоток тоже 24 Ом. Следовательно ток, потребляемый около 1 А. Ну на самом деле где-то 0,8 А. Время срабатывания, вернее время переключения контактов я к сожалению не нашел. Ток коммутируемый контактами 0,2 А. При напряжении 60 В. На этом я заканчиваю обзор шаговых искателей Ши-11. Если вам видео понравилось, то оставляйте свои положительные отзывы. Если у вас есть вопросы или замечания, то оставляйте их в комментариях под видео. Если вам интересна тема реле и релельной защиты, то подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.